Ветка сирени или каштана так красиво смотрится в Азии, но еще лучше на фотографиях в социальных сетях. Но вот если каждый из нас сломает себе по такой ветке, то что будет? Вы задумывались? Вот некоторые говорят, что деревьям это даже полезно, когда их ветки обламывают. Но вот так ли это? Об этом поговорим с нашим гостем из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Это Елизавета Реот, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия. Елизавета, доброе утро. Доброе утро. Елизавета, вот некоторые говорят, что свежая сирень, мимо которой сложно порой пройти и не вдохнуть эти весенние ароматы, что полезно иногда сорвать несколько кустиков, потому что это приведет к будущему сезону еще к большему, к большим плодам, к развитию растения. Но кто-то говорит наоборот, что тем самым мы портим и приносим вред. Где правда? Я хочу начать с законодательства. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа за незаконное удаление, пересадку, а также повреждения объектов растительного мира. Для физических лиц базовая величина до 30, а для юридических лиц от 20 до 300 базовых величин. Но, знаете что, дело даже не в штрафах, а в том, что человек ненамеренно может нанести вред объектам растительного мира. То есть, если кто-то срывает ветку, соответственно, на этом месте может образоваться заражение, дерево начинает со временем болеть и погибает. Поэтому, если человек видит красивое дерево, можно просто сфотографироваться возле него, либо просто полюбоваться. Но не стоит совершать таких действий. Что касается того, что дерево начинает лучше расти после того, как его начинают обрезать, ученые действительно говорят об этом. Но стоит помнить тот факт, что каждый случай индивидуален. Потому что не каждое дерево подвергается обрезке. Не то дерево, не то куст. И существует несколько видов обрезок. Это санитарное, омолаживающее и формовочное. Что касается санитарное, это удаление только сухих ветвей и больных. Формовочное – это естественное формирование определенной кроны деревьев. А вот омолаживающее, оно как раз таки и заключается в том, чтобы срезать большую часть ветвей, для того, чтобы активизировать рост старых ветвей. Но, в принципе, такую теорию можно проверить у себя на участке, но не как в парке на центральных улицах города. Да, Елизавета, и вроде бы всем понятно, что полноценное дерево – это лучше, чем просто букет цветов, который всего лишь пару дней проживет. Но давайте все равно напомним о значимости деревьев и озеленения для больших городов в целом для нашей окружающей среды. Что касается значимости, то деревья в городе высаживаются не только с эстетической целью и целью комфорта, но и для того, чтобы поддержать здоровье людей. Потому что, как мы знаем, каждое дерево выполняет непосредственно свою функцию. Например, уменьшает загазованность, уменьшает шум, является средой обитания для животных, ну и много других факторов, которые положительно сказываются на состоянии и здоровье людей. Елизавета, Ваше министерство постоянно проводит акции по озеленению. Может быть, есть информация о том, сколько кустарников или других видов растений или деревьев было высажено по итогам последнего субботника? В рамках республиканского плана по наведению порядка на земле с конца марта 2023 года высажено 200 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников. Высаживались такие породы, как ясень, клён, ива. Что касается кустарников, высаживались перея, пузыреплодник, сирень. А также до конца мая планируется посадить еще большое количество деревьев. Слушайте, как интересно прозвучало название. Вот идешь, смотришь, ясень, клён, а потом, опа, здравствуйте, пузыреплодник и познакомился. Вот, видишь, одно дело знать название, другое дело уметь их отличать друг от друга. А вообще, известно ли, какой процент озеленения белорусских городов, и, допустим, если сравнивать с какими-то другими городами большими в других странах, как мы идем? Конечно, в каждой стране свои нормативы озелененности, да, но что касается, например, города Москва, то там процент озелененности составляет 40-60%. Если сравнивать с Республикой Беларусь, то за последний год, то есть 2022, площадь озелененных территорий увеличилась на 2000 гектар, что, в свою очередь, составляет требуемый норматив 40%. Слушайте, это замечательно, потому что этим же мы дышим, а, как помним, растения как раз-таки вырабатывают тот важный и необходимый для нас кислород. По этому поводу, какие акции по озеленению запланированы на ближайшее время? Может быть, поделитесь инсайдерской информацией? Да, действительно, акции запланированы, и будет высажено большое количество деревьев осенью. Название акции «Мирный созидательный труд» во благо чистой и зеленой страны. Как здорово! Вот, друзья, будете прогуливаться по паркам в разных городах нашей страны, вот стоит всегда помнить о том, что для этого трудятся, для того, чтобы наши парки были такими красивыми, очень большое количество людей. Елизавета, спасибо большое, что заглянули сегодня к нам в студию, рассказали нам о работе, которая проводится регулярно. Мы напомним, что этим утром у нас в гостях была Елизавета Реут, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Спасибо, хорошего дня! Спасибо и вам!